Всем привет! Сегодня мы познакомимся с игровым креслом Bloody GC740. Оно стоит порядка 15 тысяч рублей и у этой модели реально много всего интересного, о чем я должен вам сегодня рассказать. Но сначала отмечу, что кресло поставляется в огромной коробке, а каждая деталь упакована в индивидуальную упаковку для сохранности. Если вам придет кресло, где ни сидушка, ни спинка не будут защищены пакетиками, скорее всего вам продали кресло, которое ранее уже вскрывали. Не буду долго задерживаться на комплекте, кресло поставляется полностью разобранным и, честно говоря, про сборку тоже не буду долго рассказывать. Скажу лишь, что мой образец в плане подгонки деталей практически идеальный образец. Все закладные ровные, дырки наткали в нужных местах, единственное в комплекте идет лишь Г-образный шестигранник, а для сборки еще потребуется крестовая отвертка. Но если у вас есть шуруповерт, то время сборки существенно сократится, а удовольствие от сборки существенно возрастет. У меня лично на сборку кресла ушло не более 15-20 минут без напряга, и наконец-то можно приступать к близкому рассмотрению деталей. Первое и, возможно, самое главное. Данное кресло покрыто не кожзамом, а тканью. Основной цвет серый, плюс имеются фирменные вставки красного цвета. Конечно же ткань приятнее в жару, потому что на ней не потеешь и к ней не прилипаешь, как к кожзаму. Но тут все субъективно, поэтому я не могу назвать это конкретным достоинством, просто каждый сам выбирает, что ему лучше, кожзам или ткань. Итак, перед нами модель с возможностью регулировки угла наклона спинки. На кресле можно расположиться почти горизонтально. Возможно, кто-то сможет в таком состоянии прикорнуть. Подлокотники. У данной модели так называемые 4D, то есть регулируются по высоте, смещаются влево-вправо-вперед-назад и поворачиваются влево-вправо. Причем для осуществления всех этих манипуляций нужно нажимать соответствующие рычажки. Сделано это для того, чтобы в обычном состоянии случайно не сбить положение подлокотника. Газлив 4 класса. Максимальная нагрузка 150 кг. То есть даже для меня тут имеется огромный запас прочности. Что касается мягкости подушек и наполнителя, я жесткость назову средней. То есть кресло поддерживает, в нем не утопаешь, но сидеть достаточно комфортно. Особенно приятно, что поясничная подушка имеет не примитивную прямоугольную форму, а форму капельки, то есть эргономично повторяет профиль спины. Подголовник обычный, тут выдумывать нечего. Кстати, после сборки я обнаружил маленький косячок. Несколько торчащих ниток из фирменного лейбла Блади. Маленькие ножнички от Xiaomi, 20 секунд времени и все, косячок устранен. Спускаемся ниже. Крестовина, сборная, полностью металлическая. У меня точно такая же и за все время использования претензий к ней нет от слова совсем. Колесики пластиковые, с фиксатором от прокручивания. Честно, понятия не имею, зачем это сделано на игровом кресле. Если кто знает, напишите мне в комментариях. Я лично вижу только один вариант. Если кресло нужно куда-то поставить на хранение, и чтобы оно само не каталось, колеса можно заблокировать. Что я могу сказать по итогу? В плане дизайна и конструкции, конечно, откровений мало. Эта модель похожа на многие другие модели Блади в той же ценовой категории. В плане настроек тут есть практически все, что только можно пожелать. И регулировка угла наклона, и 4D подлокотники, и колесики с фиксатором. И подушки тут шикарные, снимать их вообще не хочется. Касательно эргономики и посадки, разумеется, все индивидуально. Конечно же, перед покупкой любого кресла я рекомендую лично посидеть и принять решение о покупке. В качестве небольшой помощи, вот вам все размеры кресла, которые указаны на сайте производителя. Ну и, конечно же, главной фишкой данной модели является шикарная и очень приятная на ощупь ткань. Если вы категорически не приемлете кожзам, то вот вам достойная модель с обивкой из ткани. При этом, с точки зрения оснащения, надежности и настроек, эта модель, ну, ничем не уступает другим моделям Блади из той же линейки и даже более дорогим. Да и среди конкурентов тоже надо поискать достойного соперника. Ведь 15 тысяч рублей сегодня не такие уж большие деньги за добротное игровое кресло. На этом у меня все. Свои мнения пишите в комментариях. Не забывайте оценить видео лайком и дизлайком, подписываться на канал. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Ну а у меня на этом все. Меня по-прежнему зовут Максим. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!